Здравствуйте, друзья! От всей души поздравляю всех с новым учебным годом! По программе комплексного благоустройства Москвы в этом году произведен ремонт крыши фасада Московского архитектурного института. Вот таким обновленным он нас встречает. Все детали, которые требуют реставрации, были бережно законсервированы, закрыты специальными щитами. Сначала нас ждет торжественная часть, а затем все разойдутся по своим учебным группам. Торжественную часть будет открывать ректор Московского архитектурного института Швидковский Дмитрий Олегович. Для нас всех, я думаю, и для меня, на связке просто большое счастье. Потому что приход прекрасных, молодых людей, которые прошли через такие трудности на экзаменах, то есть проявили и волю, и характер, и умения уже. Я смотрел все головы, все композиции, все рисунки этого на одного. И хотел вас прежде всего поздравить уже с тем, что вы пришли сюда достаточно подготовлены для нашей здесь нелегкой жизни. Для нас, за Алексеем Константиновичем, обладаясь в муцепроектором, наверное, сегодня особый день. Потому что ровно 50 лет назад мы с ним сидели в этом зале, когда поступили в Московский архитектурный институт. Вот смотрю в зал, выстрелы в отдельные мужские лица. Я вам заметил, ребята. Потому что когда вы учились, у нас была военная кафедра, и у нас было 50 на 50. Что я хочу вам сказать. Вы знаете, у нас правда великолепная профессия. Я считаю, что главный ее прелесть в том, что мы с вами, в отличие от многих людей, которые были в другом и другие профессии, имеем альтернативу в жизни. У нас с вами широкий спектр работы. Это реставрация. Это гранд строительство. Это объемное продексирование. Бесконечно объемное продексирование. Это дизайн. Это художество. Много и многое другое. Потому что многие люди поступают в месну, они не знают, что хотят. А им прибыль, если потом всю жизнь занималась тем, что им понравилось на слух, а дальше по жизни они дожидаются перейти. Вот у нас с вами в этом плане замечательных профессий мы можем выбирать 20 тысяч рублей на уровень и посвятить тебе. То есть делать так, чтобы было твое хобби, и твоя профессия была для меня тоже. Что я еще хочу сказать? Вы знаете, сейчас время, ну, оно все меняется. Дело в том, что сейчас очень часто профессионализм заменяет компетенцией. Я все очень долго думал, как объяснить, кем отличается от другого. Для себя есть вот такой компетентный человек знает, что надо делать. А вот профессиональный человек знает не только что, но и как. И вот я хотел, чтобы в этих стенах вы стали профессионалами в области архитектуры и были компетентны во всешних снежных науках, в конструкциях, в однокомниках, во всех снежных науках вы были компетентны. Еще я вам что-то советую. Выжимайте своих педагогов, берите из них все, что только можете. Поверьте, здесь собрались люди, которые профессионалы. К сожалению, когда вы выйдете в большой сет, а там, если вы думаете, что море архитектуры, которые со стенами этого института, она просто спокойная, может быть, она спокойная, но хищник вот так. В лице ваших куркурентов, в том числе и я, например. Да? Ну что, борьба за заказы? А как вы думаете? Потому что ваша встреча будет вам на, как наше имя на распределение, давать работу и выделять объект, ребят, вас впереди ждет интересное будущее. Добрый день. Ну, несмотря на какие-то загрузки, какие-то загрузки, всегда с огромным уважением и любовью я отношусь к московскому архитектурному дистуру. И всегда очень волнуюсь, когда 1 сентября выступаю перед вами. Почему? Потому что, ну, представьте себе, что в 20-е, что в 21-е, все главные архитекты нашего города либо учились и заканчивали маршрую, либо у него их удавали. А во-вторых, 250 лет в архитектурной школе Московского архитектурного дистула. В нашей стране мы не найдем вузах такой богатой стены. Очень хочется вам пожелать, чтобы годы обучения в институте были для вас, ну, самыми, наверное, запоминающимися жизнью и самыми радостными. Вот сейчас, отгадываясь назад, мы все так считаем. Хотя и прошло много лет, но мы все собираемся в наши обнокурсники, мы все общаемся и не забываем друг о друге. Я думаю, что вот это архитектурное гладство, оно вообще существует. Я думаю, вы всегда любеваетесь, что очень хорошо. Конечно, не так легко преодолеть все трудности, которые встретятся на этом пути. Но все-таки то творчество и то обстоятельство, что вы будете заниматься, как, я надеюсь, своим любимым делом, значительно облегчает и улучшает жизнь, делает ее в общем радостней, и я бы даже стал счастливым. Поэтому я вам желаю большого счастья, этой радости и для доведения всех трудностей. Для непосвященных, хочу сказать, как плохо знать английский язык, дизайн, это переводится первое значение в проектирование. Поэтому наша кафедра, которую я вам предложу, дизайн архитектуры среды, проектирование архитектуры среды. Я не могу тогда два слова сказать, да? Вот. Значит, что такое архитектурная среда? Это и здание, потому что мы так же, как и все студенты всего института, проектируем и жидридово, и школы, и там какие-то промышленные сооружения, и так далее, и так далее. Но главная цель нашего проектирования в том, чтобы не просто стоил один объект прекрасный, а чтобы создавалась среда. Среда образуется и природой, которая вокруг, да, и малыми формами, и каким-то там объектами, объектами монументального искусства, и, так сказать, движущимися людьми, то есть, мы создаем среду. несмотря на значение школы лично от вас зависит от того, каким совершенным, каким успешным, умелым, эффективным, актуальным, социальным вы будете в профессии. И вот сегодня, наряду с тем, что сказал Александр Викторович о конкурентности, конкурентной борьбе, и тогда есть еще один конкурент. Развивается наука, развиваются технологии, развиваются техники. Роботы все больше и больше пронятают вообще в мир. Поэтому, какое значение будет иметь архитектура, сохранить для нас свои позиции, кто нужен в будущем, опять наука дает ответ. Совсем недавно исследователи Университета проанализировали 700-2 профессии с точки зрения их будущности в условиях постоянно растущей роботизации. Оказалось, что профессия реставратора, архитекта, композитора, наименее зависимой от роботизации, именно креативность, умение анализировать, умение создавать новое, понимать людей, требуется человеческому будущему. У вас замечательное будущее. Закончилась торжественная часть, мы расходимся, чтобы уже выдать ребятам первое задание. И вы знаете, за два года работы со студентами так к ним привыкаешь, даже не верится, что сейчас я зайду в аудиторию, а там сидят совсем другие, пока еще незнакомые дети. Начинается новая жизнь. Всем удачи!